Игромания.ру представляет Тогда разработчики вместе со своим творением исчезли с радаров И спустя пару лет выкатили переделанный практически с нуля проект Даже название новое придумали The Bureau. XCOM Declassified С оригинальной стратегией игра по-прежнему связана не сильно Разработчики решили показать знакомую вселенную с новой стороны И показать становление организации XCOM Действие игры разворачивается в 60-х годах прошлого века Под давлением холодной войны правительство создает секретную организацию Бюро В полномочия Бюро входит Организация обороны в случае внезапной атаки Кого бы вы думали? Конечно, СССР Но защищаться пришлось отнюдь не от Советов Бюро пришлось сменить профиль Неожиданная атака пришельцев отодвинула советскую угрозу на второй план Связь разорвана По всей Америке уничтожаются города Люди страдают от неизвестной болезни, названной лунатизм И только Бюро продолжает выполнять свои функции во всем этом хаосе Нам предстоит взять на себя роль одного из оперативников агентства Уильяма Картера Человек он непростой Его личной истории в сюжете отводится немалая роль Тем не менее, во время боевых действий личные проблемы Картера отходят на второй план Ведь под его командованием находятся еще два бойца Управлять ими нельзя Зато можно раздавать команды Для этого существует специальный режим — фокус В нем время замедляется И мы можем назначить бойцам цели, позиции И указать, какие умения применять Каждый боец обладает собственной специализацией Всего имеется четыре класса Инженер, разведчик, агент поддержки и команда Сюрпризов ждать не стоит Разведчик маскируется Инженер ставит турели Агент поддержки вешает на союзников усиление А команда наносит максимальный урон противникам Выполняя задания, бойцы и сам Картер растут в уровнях Но полноценной системы прокачки здесь нет Можно лишь выбрать, какое умение улучшить К вдумчивому тактическому планированию В первую очередь стимулируют сами противники Они не только многочисленны, но и весьма разношерстны Помимо обычного пушечного мяса Есть летающие дроны Способные достать вас из любого укрытия Тяжелые бойцы, идущие напролом И даже техника, сметающая любые препятствия на своем пути Когда такая компания напирает всем скопом Волей-неволей приходится шевелить извилинами И придумывать изящные решения Впрочем, тактическая составляющая начинает нормально работать Только на высоком уровне сложности На среднем на напарников можно при желании вообще не обращать внимания Тем более, что Картер сочетает в себе умения всех классов И лечить может, и ловушки ставить, и врагов из укрытий выманивать В таком случае игра превратится в обычный шутер с укрытиями В духе Gears of War или Mass Effect Крайне не рекомендуем После каждого задания бойцы возвращаются на родную базу Здесь можно получить дополнительные миссии А также поболтать с персоналом Для общения имеется полноценное диалоговое колесо Как-то повлиять на сюжет во время разговора практически невозможно А вот узнать дополнительные факты Или получше изучить сослуживцев Всегда пожалуйста Тем более, что истории эти здесь И прям непросты, и очень интересны Помимо разговоров есть и другие занятия Именно на базе предстоит определиться с экипировкой бойцов В меню кастомизации можно назначить агентом вооружения Распределить умения и перекрасить толстовку в любимый цвет Но главное — нужно определиться с выбором боевого ранца И это единственный способ увеличить характеристики бойца Получить их можно в качестве награды за выполнение задания Или просто найдя чертеж на уровне Одни рюкзаки увеличивают защиту Другие поднимают урон при попадании в голову Или увеличивают вместимость обоймы Ваш выбор может сыграть решающее значение на поле боя Так что пренебрегать им не стоит Разобравшись со всеми делами Можно определиться со следующим заданием Все выполнять необязательно Но тогда на поздних этапах можно столкнуться с дефицитом опытных бойцов На некоторые задания Картер не может отправиться лично И приходится назначать автономную группу В случае успешного выполнения задачи Бойцы обязательно принесут на базу какой-нибудь артефакт Или чертежи нового ранца На самих же заданиях, несмотря на серьезный тон игры Разработчики не стесняются включать голливудщину в духе войны миров Спилберга Тут вам и разрушенные дома И большие взрывы И инопланетная техника топчущая И разрывающая в клочья землян Фантазия не подвела Хоть сами пришельцы и выглядят довольно обыденно Инопланетная техника порой впечатляет Простые геометрические фигуры Мгновенно трансформирующиеся и меняющие форму Поначалу просто сбивают с толку Игру можно пробежать как обычный боевик А можно с головой уйти в тактику и лично в бою вообще не участвовать Разработчики пытались угодить всем И фанатам старой закалки, и новоприбывшим игрокам По большей части с задачей они справились